всем привет друзья это павел вайс еду на работу сегодня воскресенье и да я по воскресеньям работаю почему потому что у меня ненормированный рабочий день сейчас объясню я работаю на себя так я работаю тогда когда надо работать они тогда когда мне сказали иди работы мы покупаем контейнеры разбираем их продаем на ebay у нас есть свой склад для тех кто у меня первый раз на канале еще я вот недавно совсем буквально недельку назад начал покупать машинки и продавать их почему их начал покупать не потому что я решил опять заняться машинами кстати я был дилером последние 10 лет своей жизни дилер это тот кто покупает продает машины профессионально то есть у которого свой автосалон он у меня был я решил бросить этот бизнес слишком он стресс full да и денег там почему-то было мало в последнее время но так как мы все распродали у нас осталась одна семейная машина и мнение на чем было ездить я решил купить себе машину сначала думал взять новую у дилер в автосалоне и потом понял что новую брать ну не знаю меня не быстро надоедает а то что я реально хочу у меня на это тупо нет денег правда вот правда говорю нищеброд не могу я купить себе нормальную пятерочку бмв новую я подумал зачем мне брать говно дешевое и платить там 200 долларов в месяц за какой-нибудь там киу или там фордик какой маленький или хунда и ландра не люблю эти машины и потом еще пять лет их выплачивать ну нафиг заморачиваться на пять лет ездить на том что не нравится я решил сделать так я совмещу приятное с полезным то есть я буду покупать себе машинки недорогие за наличку кешь по-английски буду покупать недорогие машинки и восстанавливать их если они нуждаются в остановке и продавать их за дорого пока они продаются я на ней езжу то есть у меня есть машина под задницей а если за ту цену которую я установил на продажу дорогую цену не кто не будет покупать тоже хорошо у меня будет машина всегда а если и купят сразу купил новую машину ну как новую другую машину первое заработать денег второе будет сюда машина и плюс контент для вас потому что я заметил что контент про машины вам ребята хорошо заходит это очень хорошо вот такой план я уже это рассказывал но я сейчас расскажу для тех кто впервые зашел на мой канал и не понимать чё к чему вроде контейнеры делает а вроде машинами занимается а вдруг взял гитару и начал что-то брончать вроде хорошо брончит но причем здесь контейнеры и причем здесь гитара и причем здесь вообще машины вообще паша на все руки мастера ламмастер вот кто-то не понимает что да как многие думают что мой канал исключительно про контейнеры в чем они глубоко ошибаются мой канал про мою жизнь про жизнь мою и моей семьи женечка сыновья и код контейнеры эта часть моей жизни тем чем я зарабатываю машины это тоже часть моей жизни это на чем я езжу и тоже на чем иногда зарабатывать контейнеры хорошо машины тоже классно жизнь тоже прекрасная я кстати благодарен всем и богу за то что жизнь вроде хорошая до трудности бывают у меня у меня их почему-то очень часто бывает и очень много этих трудностей проблемы постоянные но это жизнь проблемы всегда будут у вас потому что жизнь без проблем это вообще скукота конечно надо с чем-то постоянно бороться надо к чему-то постоянно стремится надо ставить цели если нет целей жизнь скучна вот я не представляю всего добиться и заработать все деньги на этой земле что дальше делать наверное только начинать людям помогать когда жизнь опять приобретает какой-то смысл так вот о чем я да мой канал это family влог мой влог семейный влог контейнеры машины и все с этим связано что-то еще интересное придет на ум например на лодках кататься или не знаю что-то еще делать я буду это делать и не удивляйтесь не спрашивайте а где контейнеры контейнеры в тампе и в америке их много они до сих пор покупаются продаются но я просто иногда это делаю иногда это не делал но вообще я планирую контейнеры делать раз два раза в неделю то есть они будут выходить регулярно по возможности если найду хорош контейнер опять же за нормальную цену с контейнерами так ребята иногда есть хороший контейнер но уходят за такие бабки стоит но я не вижу например вот недавно вышел один контейнер ушел за 900 долларов да хорош контейнер много интересных коробок там много всякой всячины но я почему-то там 1000 долларов не видел не видел я там тысячу баксов я видел там 500 600 можно вроде сделать может я в чем-то ошибаюсь но когда я не уверен я не беру контейнер ну его нафиг купить что-то за тысячу а потом его блин полгода отбивать а иногда бывает дешевый контейнер ну там реально просто один хлам я еще не люблю мебель покупать матрасы вот это все стоит как говорится колом не продается вернемся к машинам ягуар всем понравился ягуар да и мне он понравился классный ягуар все там классно все едет нормально шикарная машина очень люксовая позавчера проснулся утром а у меня на ebay сообщение поможешь с пересылкой а я как дилер у меня очень хорошие связи с ребятами которые перевозят машины по америке за хорошую цену за дилерскую цену оптовая можно сказать я ему говорю да есть я тебе помогу с пересылкой он горит хорошо можно я тебе вышлю свой оффор то есть свое предложение я говорю хорошо высылает утром просыпаюсь да это вечером он сам утром просыпаюсь он мне предлагает 6250 я вам честно говорю не вру могу показать этот фотографию за сколько я продал я так подумал на вскидку я ее купил за три с половиной со всеми сборами со всеми налогами всеми делами ну налогов там нет но это аукционные эти сборы три с половиной все про все вышло там по мелочам потратил может быть долларов 100 чтобы там что-то ее немножечко подшаманить и думаю если я продаю за 6250 то я в принципе делаю на ней две с половиной 2600 вообще неплохо одну неделю покатался на хорошей красивой машине очень удобный записал хороший вам контент и две с половиной тысячи долларов сделал за неделю это неплохо я согласился вот он мне выслал депозит и все в понедельник завтра сегодня у нас воскресенье завтра в понедельник он не перечисляет на мой банк остальные деньги вполне доволен значит на этой неделе на следующий я уже буду искать другую машинку может быть и 2 сейчас я еду обратно к себе в шап так как молибу вторая машина который купил на прошлой неделе я купил две ягуар молибу молибу тоже кто-то хочет сейчас приехать и посмотреть так я и туда немножко пораньше чтобы немножко подшаманить там подчистить где-то колеса намазать всякой блестяшкой чтобы они красивые были как будто мокрые там сиденье немножко надо почистить вот я целый пакет взял всяких средств для этого дела и будем надеяться что человек приедет заберет ее как говорится будем держать кулачки надеюсь он заберет вот я тут сейчас показывать поэтому я воскресенье еду на работу потому что с чего я все начал когда работаешь на себя работаешь тогда когда есть работа или когда нуждается она в твоем участие твоя работа так вот сейчас кто-то решил посмотреть машинку я все бросил и поехал ее показывать около дома не хочу это ведро держать у меня уже его арту стоит насчет прошлого контейнера хотел сказать да ребята там 7 коробок больших коробок мы даже туда не заглядывали почти так с вами во время видео чуть-чуть посмотрели там 7 коробок разных фигурок там сервизов я не знаю что там вообще интересно все завернутые все завернутые все коллекционные все бумажки всякие эти пузырики завернутая кто-то очень очень бережно это хранил даже кстати в трусы завернутые некоторые вещи вообще класс надо в перчатках будет разбирать так вот я обещал что мы сразу на следующий день будем это разбирать дома это будет также называется аукцион контейнеров в сша мы до разбираем этот контейнер дома потому что дома прохладненькая спокойная обстановка не можно подробно все хорошо вам показать и разобрать но мы не смогли сразу на следующий день это сделать так как получилось это пятница суббота суббота дети дома воскресенье сегодня тоже дети дома визжат орут как резаные вообще без причины ну вы понимаете дети есть дети так мы подумали не мы с ними не сможем хорошо все так разобрать ему что они будут вмешаться и мы решили доделать завтра в понедельник так что вы не думайте мы не забыли разбор будет очень подробно очень красивый и скорее всего думаю не одна серия будет а пара серий будет на этот разбор слишком много хороших фигурок и гружи но посмотрим как пойдет но серия должна быть очень быть интересной или две так что мы не забыли про вас это в планах на завтра мой музыкальный канал кстати ребята не забывайте заходите ссылка будет в описании под этим видео и кто еще не подписан заходите по ссылке в описании заходите подписывайте поддержите канал вашей активностью пишите комментарии ставьте лайки многие говорят что этот канал с гитарой с моей даже интереснее чем канал с контейнерами ну кому как мне нравится многим людям нравится я надеюсь ребята вам тоже понравится а мент подождите что он хочет что он хочет что он хочет ребята там авария представляете и мент сказал иди отсюда я хотел на хайвей выехать момент сказал нет нельзя не знаю если вы смогли посмотреть так значит надо делать ютюр ну то есть разворот и попробовать другого выхода заехать или входа заехать какой-то шумахер не вписался в поворот сейчас я вам покажу сейчас развернемся вам все покажу да насчет гитары ребята если будете заходить смотреть писать комментарии я даже буду на заказ какие-то песни петь и музыку путь играть как вы хотите чтобы я сыграл с радостью если увижу что будет активности люди ну людям нравится я конечно буду продолжать записывать буду больше делать хорошего контента для вас и надеюсь второй канал тоже подымется я очень очень надеюсь стараюсь мне это этот канал твоя душа ну канал с гитарой а этот канал тоже мне очень нравится это как мой бизнес хобби увлечение азарт а тот канал это для души давайте посмотрим что там кто куда не въехал он вы видите стоит не поделили легковушка не поделилась джипом дорогу 2 как ее раз фигачила ребята просто в сопли в сопли машину раз фигачила отсюда вывод тише едешь меньше должен еще хотел обратиться подписчикам моим любимым дорогим ненаглядным я правда мне пишут иногда много людей пишут мне в личку или даже находят меня на имейле мой имейл где-то находит не знаю как они находят мой бизнес имейл с автодилерская с которой я раньше работал в этом есть и мы и кто-то не туда пишет ни один несколько человек пишут регулярно я не против я расскажу что они пишут это очень приятно слышать вот например недавно мне написал один человек сказал мы едем во флориду в америку и хотим приехать во флориду можно с вами встретиться пообщаться с дружиться и тому подобное типа быть друзьями спасибо вам я очень-очень польщен что люди хотят со мной дружить с нами женечкой и мне это очень приятно ребята но хочу вам сказать но только без обид понимаете мы не можем это делать потому что мне пишут очень много людей вы это меня знаете вы посмотрели много моих видео кто-то уже вообще считает что мы как друзья загадочные потому что я выкладываю всю свою жизнь как на ладони для вас ребята то есть вы дано знаете но я вас всех не знаю ребята я вообще никого не знаю из тех кто меня смотрит я не знаю как вы выглядите я не знаю какие вы люди не знаю какой у вас характер в отличие от меня вы знаете какой у меня характер какой я человек когда у меня семья какая женечка и вообще что да как я живу что делаю чем занимаюсь вы сами посудите вы живете где-то да нормально все и вдруг вам пишут с другой страны люди как мы приедем в твою страну и давай дружить сразу встретимся пойдем куда-нибудь посидим а пообщаемся будем дружить вы тупо не знаете кто этот человек откуда он что он чем дышит как он вообще себя может быть он вообще какой-нибудь там не знаю псих маньяк или еще что-то ну я не говорю что вы псих маньяк ну всякое бывает да вы же не будет сразу ему говорит да давай приезжает человек какой-то с другой стороны которую я никогда не видел не слышал приезжаем и будем с тобой дружить сразу семьей познакомлюсь детьми посиди можете у нас остановиться переночевать это не один человек вам пишет а человек наверно 100 я думаю за последние несколько месяцев не написал человек 100 которые хотели приехать в америку или уже приехали или уже с америки хотели к нам приехать в гости у нас остановиться пожить поночевать и пообщаться с дружиться мне очень приятно ребят это хорошо дружить но я не могу со всеми подряд со всего мира кто решил кто смотрит меня на канале а нас почти 140 тысяч в чем я очень благодарен вам ребята чтобы нас смотрите для этого мы и стараемся и видео записываю что кто-то из этих 140 тысяч хочет приехать сразу дружиться у нас дома остановиться и пообщаться понять и ребята я не могу это делать я вас не знаю я чужих людей не приглашаю к себе домой и не хожу со всеми не встречаюсь и не пью чашку кофе я не знаю как еще это объяснить наверное слишком затянуло разговор но просто многие пишут а потом обижают вот написал один вчера можно с тобой встретиться пообщаться подружиться и все остальное быть друзьями или ты чисто блогер и все идите лесом вот такой фразу написал наверное да для таких я чисто блогер идите лесом обижаются люди думают что если они меня хорошо уже знают по моим видео но я их тоже знаю и они мои закатычные друзья нет ребята друзей меня нет у меня их друзей раз-два я пчелся один вообще в другой стране живет другой здесь и живет в другом штате все во флориде меня нет друзей у меня только вот жена семья это мои друзья и помощники и партнеры и все вместе взятая у меня в лице моей семьи моих сыновей жены и кота также ребят давайте без обид не надо мне предлагать встречаться дружить и все остальное все кто приехал просто понимаете я вас не знаю я вас никогда не видел и чисто из безопасности для своей семьи я не могу со всеми встречаться всех селить у себя дома на несколько дней там всем помогать и со всеми быть лучшими друзьями не могу ладно поедем шап покажу что я буду делать ребятки приехал на работу подшаманил немножко chevroletic ну там колеса намазал почистил внутри немножко что не дочистил и вот эти люди которые хотели приехать посмотреть приехали черная пара мужчина и женщина афроамериканский если быть политкорректным вот прокатились на ней там все дребезжит под низом то есть вся подвеска раздолбанная им сказал там раздолбанные ребята смотрите как хотите хотите берите хотите не берите вот и они прокатились город это фигня эти машины очень дешево чинятся я выставил за 2000 долларов за 2 она мне говорит сразу сходу после того как она проехала горит возьмешь 1900 блин я бы 1500 взял честно игру хорошо ладно я вам открою секрет если вы сразу соглашаетесь когда вам предлагают какое-то предложение дешевле чем вот например вы спрашиваете за вашим 2 вам предлагают 1900 как в данном случае и вы сразу говорите да хорошо беру люди начинают думать может быть я слишком много предложил может быть он бы и полторы взял так что ям как дилер говорю настоящий когда вам предлагают даже ту сумму которая вам нормально нравится и вы ее возьмете надо сделать вид что вы мешаете что вы не очень довольны этим чтобы они не думали а вдруг надо было еще меньше предлагать так я и сделал такой вид у меня еще люди приезжают хотя никто не приезжал я все думал продать за 2 ладно ладно отдам вам за 1900 так и быть плюс нам подвеска вам 100 долларов поможет немножко ее починить она такая хорошо хорошо приехал на на 1 степень потом я муж приехал тоже посмотрел нормально машинка хватил победа чуть-чуть но за 1900 вполне нормальная машина дали мне наличкой 1900 долларов заходит ко мне в офис ну чтобы тайтал подписать документы когда что-то тут делаешь я говорю а мы эти контейнеры покупаем разбираем продаем на ebay они как а у тебя есть лаптоп то есть ноутбук я говорю полно есть они горят нам такой хороший самый такой чтобы скорость была нормальной все такое чтобы память была большая игру есть такой у нас есть дел хороший она ведь почем бегу ну так как вы у меня машин купили вам подешевле продам 350 он у нас на ebay стоит за 390 она говорит о это как раз вот в моем бюджете я вот именно хотел лаптоп в этом районе купить я хорошо вот 350 вот вам лаптоп ноутбук у нас в америке лаптоп называть женщина такая класс супер нравится достает еще 350 и дает мне блин не зря воскресенье съездил то на работу как вы думаете ребят не зря вот так я все взял деньги дал документы и заполнили все они взяли машину взяли ноутбук и уехали я сейчас очень в принципе доволен происходящим решил себя побаловать еду в суши ресторан за сушами суши это надо суши это очень полезная еда и она очень успокаивает меня и добавляет хорошего настроения всем советую всем всем рекомендую суши это очень полезная еда для настроения жене позвонил женечке и сказал даже не продал и ноутбук и машину нравится тебе это или не нравится я еду за сушами покупаю себе суши буду их кушать она горит ваша тебе просто необходимо поехать и купить себе очень много суши 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 я думаю вот блин хорошая жена досталась просто поддержит меня даже в поедании суши без нее ну хотя не я вчера купил хороший суши а себе не покупал потому что не хотел она вчера сама без меня полопала суши вечер вообще вы какие-то эти маньяки по суше кто посчитал сколько раз я сказал слово суши пишите в комментарии я чувствую в комментариях вот одни цифры теперь но вы чем тоже пишите другое но кроме цифр кроме цифр цифр да и хватит прикалываться над моим русским языком вы 20 лет поживите в америке я сюда 20-летним ребенком переехал так что понимать должны человек короче я рад а ягуар ушел молебук ушла и заняло мне это две недели на молибой сделал 1300 долларов я купил за 600 долларов на молибой сделал 1300 а на ягуаре я сделал 2700 хотя не надо этот потолок поменять 2500 я сделал на ягуаре и тогой я сделал 3 800 за неделю и было на чем кататься я думаю нормально да ребят нет как вы думаете я думаю нормально так что у нас ребята хорошая новость к вам опять я завтрашнего дня начинаю шерстить наш аукцион и буду искать две других жертвы две другие машины их жертвами называю я их куплю эти машины и буду их приводить в порядок про все это я буду снимать и выкладывать вам контент годный контент очень годный контент постараюсь купить что-то интересное и необычное надеюсь вам будет приятно смотреть и будет интересно хотел попрощаться но прощаться не буду потому что я хочу купить суши подразнить вас хочу показать вас какие суши я купил так что следующая остановка мой стол а наверху поверх стола суши ну вот ребята я обратно себя в шапе и вот мои замечательные суши класс у меня шрим темпура у меня спайси салман но это то что я заказал по ходу они мне положили аляску raw и но я его сделаю спаси салман потому что у меня есть спайси майонез и этот уголь люблю уголь ну и соевый соус и палочка и салфетки компьютер где больше смотреть фильм и вроде все как неплохой до обеда а вам ребят спасибо что были со мной сегодня что помогали мне в продаже этой машины не очень благодарю кто не подписан пожалуйста подпишись на канал я буду очень благодарен ставьте лайки вот так пишите комментарии и до новых встреч всем пока ты береги себя peace